добрый день дорогие друзья сегодня мы будем говорить на тему евангелизации на тему благовестия в начале того как мы будем рассуждать до более детально разбирать вначале мне бы хотелось чтобы мы прочитали с вам несколько мест писаний которые нас ну из которых мы имеем мотивацию да для того чтобы проповедовать или говорить другим о своей вере почему мы это делаем то есть в первую очередь мы делаем из-за того что мы имеем личную ответственность которую нам дает христос он много очень раз не только он да а в библии очень много раз говорится о том что мы должны идти и проповедовать о том что мы должны идти и говорить о христе говорить о его милости о его жертве давайте с вами прочитаем несколько мест писаний вначале мы откроем евангелие от матфея девятую главу прочитаем 36 стиха видя толпы народа он сжалился над ними что они были изнурены и рассеяны как овцы не имеющий пастыря тогда говорит ученикам своим жатвы много а делать или мало и так молите господина жатва чтобы выслал делать или на жатву свою прочитаем из вот из этого же евангелия евангелие от матфея из двадцать восьмой же главы последние стихи и так идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа уча их соблюдать все что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века аминь давайте откроем дальше колоссянам первая глава с 26 стиха тайну сокрыту от веков и родов ныне же открытую святым его которым благоволил бог показать какое богатство славы в тайне сей для язычников которые есть христос в вас упование славы которого мы проповедуем вразумляя всякого человека я и научая всякой премудрости чтобы представить всякого человека совершенным во христе иисусе для чего я и тружусь и подвязая силою его действующую во мне могущественно из этих стихов мы видим что благая весть евангелие радостная весть добрая весть она должна быть проповедана по всей земле прежде чем христос придет она не просто должна быть проповедана да но это весть это слово она как говорил да христос в притче она как семя должно быть посеяно в сердцах людей и она именно должно иметь под собой добрую почву чтобы вырасти жизни других людей получается у нас с вами есть это личная ответственность идти проповедовать евангелие говорить о христе разносить добрую радостную весть вокруг себя конечно иногда некоторым кажется да или но мне в некоторые случаи моей жизни кажется что это но не моя ответственность или и например у меня не получится или я не смогу это сделать но на самом деле у нас с вами есть все для того чтобы мы с вами служили другим людям тем что мы имеем здесь мы говорим о христе а то и вести о том слове до которым мы имеем собственно жизни то что произошло в нашей жизни дам будет производить действия жизни других людей и мы можем быть сосудами которые бог использует для этого тема евангелизация она раньше когда мы говорили на тему евангелизации она была очень широкой в плане до методов способов функционала да то есть мы говорили о больших евангелизациях на улицах а крусейдах а миссионерских каких-то рейсов да когда целыми поездами я сама пришла к богу пришла на служение первый раз именно после вот такого крусейда когда евангелисты из другого из другой страны они ездили на поезде да и в каждом городе они останавливались в некоторых городах они останавливались и они проповедовали и вот у них одной из площадкой для евангелизации для проповеди был город екатеринбург наша церковь и когда они проповедовали то мой знакомый он пришел на эту проповедь и потом позвал меня вот такие были масштабные евангелизации сама лично была на большой очень евангелизация которая происходила в нашем городе в екатеринбурге на стадионе на нашем был полный стадион это был конец восьмидесятых годов я помню даже имя фамилию проповедник это был бренд регис он проповедовал о христе и его милости молился за исцеление молился за людей говорил молитву покаяния ну было так масштабно но сейчас когда мы с вами говорим о евангелизациях мы уже не можем это говорить именно а вот таких масштабных я не говорю что это сейчас невозможно в каких-то местах в той же африке да например или индии или еще в каких-то местах несмотря на то что там гонят христиан то что там очень много мусульманских стран то там возможно такие большие масштабные евангелизации когда можно собирать стадионы до приглашать людей и там есть люди которые не слышали о христе которые никогда не знали не знают да что такое христос кто такой христос что есть бог что он один что нет множества до богов они в таком вакууме находится информационном христианском именно то если говорить о нашей стране до россии например то наша ну и не только россии то наша страна они уже сейчас не находится в таком информационном вакууме как это было может быть в прошлом столетии сейчас многие знают кто такой христоса что он сделал сейчас благодаря закону яровой мы не можем проводить таких евангелизаций мы не можем приглашать когда вот такие евангелизации происходили до проходили то обычно понимая да те евангелисты те проповедники которые имеют такой дар служения и служили таким даром они понимали что когда они проведут такую большую евангелизацию то после того после этого люди которые услышали о христе которые покаялись возможно они останутся без наставника поэтому они проводили евангелизация на платформе церквей и когда они уже уезжали в другие города или в другие места проповедовали то тогда церковь поместная церковь они заботились о тех людях которые приходили на эти евангелизации то сейчас мы не можем поэтому закону яровой мы не можем говорить как бы приглашать в определенную церковь вот такой если вам интересно но и вернее даже не так если мы являемся христианами да и мы хотим служить другим людям я думаю что каждый из нас он должен прочитать этот закон яровой я вас призываю сейчас не буду детально углубляться да в этот закон но вы должны обязательно почитать возьмите в интернете наберите закон яровой и от начала до конца его обязательно прочитать что не не запрещает нам закон яровой вот то что мы чем мы можем пользоваться это нашим личным свидетельством и мы сегодня поговорим более конкретно именно о личном свидетельстве о личном благовестии мы не будем говорить о миссионерстве мы не будем говорить о евангелизациях именно масштабных о служениях до евангелизации мы будем сейчас говорить именно о личном свидетельстве так еще получается что наша жизнь она подвержена до технологическим изменениям революции эволюции то есть мы все меняется современный мир он совсем другой чем был даже уже десять лет назад и все вот эти методы которыми мы пользовались они устаревают вот они уже не так интересны а мы с вами заинтересованы чтобы нас услышали правильно то есть мы как бы мы не хотели да ну оставить все как есть но тем не менее нам хочется чтобы мы были услышаны чтобы я была услышана чтобы вы были услышаны тем человеком с которым вы общаетесь которому вы хотите донести которую какую-то новость это для того чтобы человек услышал понял да изменился возможно благодаря этому слову тут должно быть взаимодействие во-первых на меня то есть того человека который говорит во вторых должен быть тот человек заинтересован которому вы говорите и очень важно как вы говорите что вы говорите и какими методами пользуетесь для того чтобы донести эту весть эту новость то есть мы сегодня рассмотрим вот эти три вещи во первых кто я благовестник какое должен быть что происходит да и что есть сердце того человека которому мы говорим то тоже немаловажно мы заинтересованы в этом человеке и третье это то как мы говорим что мы говорим мы разобрались да именно как бы сказать в теории в основании того что мы имеем эту ответственность говорить о христе конечно как бы когда это происходило так масштабно это было понятно но сейчас вот можно сказать что я обычный человек живу обычной жизнью я не проповедник я не служитель возможно да в церкви я просто там мама или я сижу дома да я домохозяйка или я ухожу на работу я служащий в банке как бы что как как я могу это делать и вот мы сегодня разберем несколько принципов так мы можем это делать и как как что мы можем это делать а вначале я хочу вам просто зачитать несколько как бы с как сказать я это выделила до такую методологию дала название принципы способы но вы понимаете что это все оно очень разделено как бы на самом деле это все перетекает и втекает друг друга перетекает поэтому не зацикливайтесь как и называю это способы принципы или еще как там да мы обратимся именно вовнутрь в то что в то что есть и вот как мы можем это делать как это может происходить нашей жизни во первых евангелизация это не то чем мы можем специально заниматься у меня нет времени да когда я могу пойти специально этим заниматься так вот евангелизация или благовестия это не то чем мы будем специально мы можем специально заниматься мы с вами находимся во христе да мы христиане мы себя так позиционируем да что мы последователи христа я последователь христа это и есть наша день идентификация какой роли мы находимся и в любой ситуации то есть мы можем быть свидетелями божьей любви во христе и через христа в любом месте где мы находимся в нашей жизни где бы я сейчас не находилась и какая бы ситуация не было потому что вот два месяца назад эта ситуация была открыта мы все ходили на работу мы были оффлайн мы собирались на богослужениях но сейчас ситуация изменилась мы находимся на самоизоляции на дистанционном да каком дистанционной работе мы находимся дома и теперь ситуация совершенно иная и мы можем в этой роли в которую мы сейчас в этой ситуации в которой мы сейчас находимся быть свидетелями божьей любви нам не нужно каких-то других прилагать усилий находиться в каких-то других местах если мы болеем находимся в больнице мы можем говорить о христе в том месте где мы находимся в больнице если мы находимся на даче мы можем делать это на даче то есть мы делимся благою месть благой вестью в нашей жизни повседневной где бы мы не находились какое бы время года или время дня этого не было для этого нам нужна любовь без любви мы не можем до делать ничего но вообще я хочу сказать что любовь это единственная мотивация в нашей жизни все чтобы мы не делали все чтобы мы не старались там измениться сами или изменить кого-то да во всем этом должна быть единственная мотивация это любовь любовь она нас движет любого сам иисус сказал нам да что мы должны возлюбить его прежде всего и второе возлюбить ближнего да кто есть наш ближний должны определиться для себя когда я думала об этом разбирал эту притчу о ближнем то я поняла что для меня ближний это тот человек который на данный момент находится рядом со мной если я нахожусь дома то ближний это мой ребенок мои дети это мой муж это мои родители если а нахожусь в церкви кто мои ближние это мои братья и сестры это служители если я нахожусь на улице кто мои ближние Это те люди, которые идут рядом со мной Если я нахожусь в магазине, кто мои ближние? Это те люди, которые покупают, которые стоят в очереди Если я нахожусь в больнице, кто мои ближние? Это те люди, которые болеют Это врачи, то есть те, кто на данный момент территориально на расстоянии, ближе ко мне всего Поэтому я понимаю, что ближний – это любой человек, который в определенной ситуации находится рядом со мной Нуждается он в помощи, не нуждается он в помощи, он для меня ближний Поэтому для этой всей мотивации, для того, чтобы я могла проповедовать или служить, или говорить о Христе Это должна быть моя любовь, это Божья любовь Изливаем мое сердце, переработанное мое, и изливаем уже из меня, на другого человека Для того, чтобы служить этим, мне понадобится молитва Как инструмент В первую очередь Один из проповедников, он такую сказал фразу, интересную вам прочитаю Не разговаривайте с людьми о Боге, пока вы не поговорите с Богом об этих людях То есть прежде чем мы с вами хотим о чем-то, да, что-то сделать в любом случае То мы должны поговорить с Богом, мы должны помолиться Молитва может многое, иногда даже мы не знаем, как мы будем говорить Помните, да, когда Павел, он не знал, как он будет говорить, как он будет проповедовать То Бог ему сказал, что не переживай, я буду говорить Да, я буду говорить, я буду вкладывать Дух Святок будет вести тебя Дух Святок будет говорить Молитва нам очень сильно нужна Следующий, да, инструмент, который нам нужен Это умение слушать То есть мы с вами должны уметь слушать Здесь я не только говорю про наш хороший слух Я именно говорю про чуткость Чуткость принимать других людей Чуткость видеть нужды других людей Чуткость, да, видеть разбитые сердца Проблемы других людей Быть внимательными Как Священное Писание говорит, что мы должны быть внимательными К слушанию, то есть мы должны слышать и видеть Мы не должны проходить мимо, да Как притча о добром самолетянине То есть мы должны быть чуткими У нас должно хорошо развито быть интуиция Когда рядом с нами находятся люди И тогда это будет для нас как инструмент Мы будем понимать в чем или в ком нуждается человек У меня была такая ситуация Ну, возможно у вас тоже очень много было Просто поделюсь как пример Это было уже давно Когда я шла по улице Я просто шла И вдруг я увидела группу людей Как оказалось, это была семья И вот они просто шли Но я люблю присматриваться к людям Всматриваться в людей То есть для меня важно посмотреть на лицо Что происходит Люблю как бы подмечать, замечать И я просто всмотрелась в эту группу И я поняла, что не нуждается в помощи А там ситуация такая была Там шли жена с мужем И шла дочь, по-моему Давно было И по-моему шла дочь И дочь была взрослой Муж и жены тоже были взрослыми И вот там была непонятная ситуация Но единственное, что было понятно Что мужчине плохо Не могу сказать, что с ним произошло Возможно, это болезнь какая-то Или, возможно, он как Неправедная жизнь его к этому привела Возможно, он был выпивший Не могу сказать И для меня это не было важно Но в тот момент Я оказалась просто чуткой К этой ситуации К этим людям Я не знала, что я могу Чем помочь Но мне хотелось им очень помочь И я просто обратилась к Богу В своем сердце Спросила, что я могу сделать Женщина плакала Она держала Женщина, которая жена Держала с одной стороны Под руку мужчину С другой стороны Под руку держала его дочь И они обе плакали И он плохо шел Не мог идти И обратившись к Богу Я получила ответ от него Что мне нужно помочь им Что мне просто нужно Помолиться за них Это очень сложно Подойти К незнакомым людям Бывает очень сложно И помолиться Но в тот момент Я поняла Что они открыты И подойдя к ним Спросив их Разрешение Могу ли я Помолиться Что дальше Но я была чуткой К этой ситуации Я сейчас не для того Чтобы себя Отрекламировать Но как пример Который я знаю Мы должны быть чутким Таким моментом И конечно Когда мы к ним Чутки Мы уже поняли То мы тогда Можем пользоваться Ситуацией И уже говорить В жизни Людей Которым мы Оказались чуткими То есть мы уже Когда знаем Что что-то происходит То мы можем Уже говорить Слова утешения Слова ободрения Слова об исцелении О молитве Помолиться За людей То есть мы уже с вами Узнав проблему Узнав В чем они нуждаются Мы можем ответить Тем что мы имеем В своей жизни Следующий инструмент Который мы можем Использовать Это Я так назвала Давать Давание Да я не знаю Как-то некрасиво звучит Давание Слова Но именно Именно То что мы с вами Можем отдавать Да Что-то Отдавать мы можем Людям Что угодно Что мы можем отдавать Мы можем отдавать Время Своё Как инструмент Да То есть Со своими друзьями Давно не виделись Молимся За своих друзей Мы можем Отдать им своё время Например Встретиться где-то Да Или Позвонить по телефону Или там Набрать в ватсапе Видеозвонок То есть пообщаться Мы своё время Можем отдать Что мы можем отдать Какие-то свои дары Или таланты Один раз Ну как бы Не каждый мы год Это делаем Но Я сама просто Задумывалась И очень хочется Именно Вот те люди Которые живут Рядом с нами Я про соседей Чтобы они Ну тоже Как сказать-то Были обретены Обретены Для Христа Да Очень хочется Именно служить им Поделиться этим И думаешь Ну как С соседями Да Можно Мы когда Только-только Ну В новом Ну как бы Для нас это Новый дом Где мы Живём И соседи Некоторые соседи Были нам Незнакомы И хотелось Чтобы Познакомиться Чтобы иметь Возможность Служить Людям Познакомиться Я со своей Старшей дочерью Поговорила Мы с ней рассуждали Как мы можем Это сделать И как раз Было время Перед Новым годом Рождество Мы Решили Испечь печенье Имбирное И угостить Ну как мы Ещё можем Познакомиться Ну мы можем Вот Что-то Подарить Да А что мы Можем подарить Что можно Незнакомому Человеку Подарить То есть Понятно Что подарок Просто так Не пойдёшь Дарить Как-то Неуместно Да Или неправильно А что Ну мы можем Сделать То что мы Умеем Умеем И делать Имбирное Печенье И мы Испекли Имбирное Печенье И пошли Дарить Соседям Вот так Мы Завязались Наши добрые Отношения С теми Людьми Которых Мы просто Ещё Не знали Вот Это наши Да Дары Разные Да Могут Быть Что мы Можем Делать То есть Мы можем Помогать По-разному Своим Соседям Да Мы можем Это я Вот как бы Наш Пример То есть Мы Можно Помогать Ну что Делать Бывают Соседи Обращаются Табуретки Просят На праздник Бывают Соседи Обращаются Заменить Колесо Да В машине Или Помочь Масло Поменять Или Там Соль Попросить Ну да То есть Может быть Что угодно Или с ребенком Посидеть Соседским Или погулять Сходить Ну то есть Очень много Вариантов Это Те инструменты Которыми Мы можем Пользоваться Еще один Это Инструментов Это вот Вытекает Да Следующее Это наше Гостеприимство Это как Наш дар Да То есть Мы можем Быть щедрыми Мы можем Быть Гостеприимными Да И вот Конечно У нас Сейчас Вот Даже Домашнюю группу Очень сложно Да Организовать Потому что Должен быть Тот человек Который Будет Гостеприимным Должен Найтись Тот человек Который Предоставит Своё жильё Свою квартиру Свою комнату Для того Чтобы верующие Могли собираться Это Труд Это дар Быть Гостеприимным И здесь Так же Точно Если мы Ну Хотим Да Чтобы Нас Выслушали Если мы Хотим Посеять Доброе Евангелие То мы Можем Использовать Свой дар Гостеприимства Или научиться Быть Гостеприимными Да Для того Чтобы Приглашать К себе В гости Кого-то Да Дружить С кем-то И благодаря Этому Да Говорить О вести Христа Есть Еще Такой Инструмент Который Используем Мы Используем Наши Церкви Это Помощь И Забота В разных Ситуациях Это Я говорю Сейчас Если Говорить О церкви Да То это Большие Социальные Служения Которые Есть У нас Это Помощь Детским Домам Ну Все Что делает Фонд Неба Помощь Детским Домам Помощь Домам Престарелых Да Это Я не Просто Говорю Дому Помощь Людям Которые Детям Которые Там Находятся Это Служение Да В тюрьмах К сожалению Вот сейчас Нет возможности Проповедовать В тюрьмах Раньше Проповедовали В тюрьмах Приходили И В самих Камерах Ходили по камерам Рассказывали О Христе Или там Помогали Какие-то передачки Приносили Сейчас Вот у нас Есть Александра Ивановна Не знаю Помогает ли Кто-то Ну возможно Скорее всего Сестры Помогают Она Сама Очень сильно Трудится Она Пишет Письма Заключенным То есть Она Пишет им А они В ответ Пишут ей Сейчас Конечно Это очень Такой Как сказать Устаревший Способ Но как раз Для тюрьмы Он самый Что ни на есть Очень важный Нужный Вот Но так же Помощь и забота Для окружающих Да Это не обязательно Такие Социальные Служения Именно Церковные Это то Что мы можем Делать Лично От человека К человеку Как личное Свидетельство То есть Помогать Если мы видим Нужду другого Ну как мы вот Говорили Внимательный И мы знаем Что мы можем Восполнить эту нужду То мы ее Восполняем И с этим Самым Мы можем Говорить О Христе Да Мы имеем Такую Привилегию Да Когда сердце Человека Оно готовится Да А представляете Если мы Помогли Человеку Да Он располагается К вам Его сердце Оно расположено Я сейчас Не говорю Что как Это Ну использовать Как вот Ну как теорию Да Конечно же Нами движет Не Не то что мы Как бы Как Подмазываемся Да Подлизываемся Нет Мы Помогаем Из-за любви И тем не менее Мы Понимая Что мы Вот сейчас Эту нужду Восполнили Физически Но человек Нуждается Не просто Физически Да Разрешений Нужны Но он еще Нуждается Во Христе Он нуждается Заполнить Ту пустоту Он нуждается Возродить Свой дух Поэтому Мы пользуемся Да Этим Что мы можем Послужить И физически Внешне Восполнить нужду Но мы можем Послужить И словом Можем Послужить И любовью Христа Чтобы Божья любовь И в его жизнь Она изливалась И конечно же Такой можно Использовать Инструмент Как команда Если вы Чувствуете Что вы хотите Да Как-то Ну Кому-то Проповедовать И вам нужна Поддержка Вы можете Это делать В команде Да Если есть еще Кто-то Кто Хотел бы Да В этом Развиваться Да Служить Ну вот Или вы живете Рядом Или вы По духу Да Близки Друг к другу То вы можете Это делать Двоем Втроем Четвером То есть Командой Конечно же Недаром Иисус Говорил Что Я вас Посылаю Да И посылал Он по двое Учеников Для того Чтобы им Было Легче Проще Было Чтобы Один Ну и вдвоем Как Говорил Да Лисяша Вдвоем Лучше Нежели Одному Если Один Упадет Или Один Споткнется Другой Его Поднимет Вот Вдвоем Всегда Легче Можно Помолиться Согласиться В молитве Вот Такие Можно Использовать Инструменты Поговорим Еще о Личном Свидетельстве Вернемся Обратно В нашу Жизнь Хочу Вам Как бы Распределю Это На несколько Принципов Моментов Которые Мы можем Которые У нас Происходят Чтобы Еще Посмотреть Библию Значит Первое Что Это Наше Присутствие То есть Как Мы Можем Проповедовать В нашей Жизни Находясь Да Вот Где бы мы Не находились Мы говорили Как мы Можем Проповедовать Как мы Можем Делиться Радостной Вестью А это Своим Присутствием Прочитаем Прочитаем Евангелие От Матфея Пятую Главу Вы Все Хорошо Знаете Это Местописание Евангелие От Матфея Пятая Глава Мне Очень Нравится Вот Именно Эти Стихи Именно Что Они Несут Пятая Глава Евангелия От Матфея Тест Тринадцатого Стиха Вы Соль Земли Если же Соль Потеряет Силу То Чем Сделаешь Ее Соленую Она Уже Ни к чему Негодна Как Разве Вы 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 Свет Мира Не Может Укрыться Город Стоящий Наверху Горы И Зажегший Свечу Не Ставит Ее Под Сосудом Но На Подсвечнике И Светит Всем В Доме Тогда Светит Свет Ваш Пред Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославляли Отца Вашего Небесного Давайте С вами Обратим Сейчас Внимание На то Что Не на то Что Соль Потеряет Силу Что-то Конкретно Вы Соль Земли Вы Свет Миру Вспомним Что Такое У нас Соль Мы Уже Не раз Об этом Говорили Но Просто Еще раз Да Раньше Соль Как Использовали Мы С вами Привыкли Сейчас Что Соль У нас Она Находится В солонке Мы Пользуемся Этой Солонкой Тем Что Мы Подсаливаем Наши Продукты Сейчас Сейчас Очень Многие Вообще Мало Соли Используют Потому Что Она Не Полезна Да Больших Количествах Для Наших Организмов Мы Стараемся От Соли Уходить То По Другому Вкус Натуральной Пищи Но Раньше Без Соли Нельзя Было Никак У У нас Сейчас Есть Холодильники Холодильные Камеры Но Раньше Солью Пользовались Именно Для Того Чтобы Сохранить Рыбу И Ее Всю Перекладывали Солью Что Происходило Тогда Сохранялось Мясо Сохранялось Или Рыба Они Сохранялись Они Не Портились Не Происходило Вот Порчи Продукта Также И Господь Говорит Нам Что Мы Соль Этому Миру Соль Вернее Земли Мы Соль Земли Как Я Это Понимаю Как мы Должны Это Понимать То есть Там Где Мы Находимся Мы Как Соль Мы Сдерживаем Порчу Того Что Имеется Здесь Простите То есть Мы Как Соль Мы Находясь В этом Обществе Мы Должны Предотвратить Разложение Этого Мира Христос Говорит Вы Соль Земли И Он Еще Говорит Что Для Того Чтобы Мы Имели Это Действие Мы Должны Быть Солеными То есть Нас Образ Жизни Должен Соответствовать Тому Чего Мы Говорим То Кем Мы Являемся То Кем Мы Себя Представляем Этому Миру Если Мы Говорим Христиане То Мы Последователи Христа И наш Образ Жизни Он Должен Свидетельствовать О Христе Тогда Мы Соленые Мы Соль Земли И Мы Имеем Возможность Предотвращать Разложение Этого Мира Как Я Это Понимаю Ну Например Вы же Все Замечаетесь Что Сейчас Последнее Время Любви Становится Меньше Между Людьми Все Становится Гораздо Жестче Если Наши Страдания Они Способствуют Тому Что Люди Становятся Жестокими Они Злыми Становятся Бывает Проедешь В транспорте Или Утром Особенно Заметно Когда Люди Едут И Большая Толпа Людей То Видно Что Люди Они На Грани Что Малейшее Случайность Кто-то Кому-то На ногу Наступил Или Кто-то Кого-то Случайно Затронул Локтем Тогда Из Человека Сразу Идет Негатив Злость То есть Вот это Вот есть А но Мы С вами Неся Образ Христа Являясь Солью Этой Земли Мы Сдерживаем Это И Мы Именно Находясь Там Где Мы Находимся Все То есть Не то Что Мы С вами В церкви Друг Друга Осаливаем Или Там Домашней Группе Нет Мы С вами Разбросаны По всему Городу Пусть Взять Екатеринбург Мы Здесь Каждый Из Нас В своей Семье Находится Каждый Общается Со своим Кругом Людей И Вот Для своего Круга Людей Для того Места Где Вы Находитесь Вы Как раз И Являетесь Этим Примером Вы Являетесь Солью Мы С вами Свет Этому Миру Да То Что Мы С вами Просветляем Как Мы Мы Являем Свет Христов Мы В этой Темноте Как Фонарики Как Лучики Света Да Которые Показывают Что Есть Надежда Что Есть Утешение Что Есть Радость Что Есть Любовь То есть Представляете Мы с вами Да Вот Просто Живя Свою Жизнь Последователя Христа Являя Божью Любовь Мы С вами Проповедуем Евангелие Мы Говорим Что 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 То С Нами Происходит Не То У меня Был Такой Случай Я Конечно Стараюсь Находясь В каком То Незнакомом Для Меня Мести Стараюсь Говорить О том Что Я Христианка Как То Меня Это Изначально Научили То Что Я Не Должна Умалчивать Об этом Должна Говорить Когда Я Была Ну Только Покаялась Пришла Ко Христу Была Молодая Совсем И Стеснительная То Для Того Чтобы Не Быть Стеснительной Мне Пришлось Очень Очень Учиться Выходить За Рамки Собственного Комфорт Вот И Мне Говорили Ну Ты Хотя Библию Клади Вот Едешь В поезде Положи Библию На столик Вот Некоторые Проповедники Рассказывают Что Пользовались Тоже Кладешь Библию Вот Они Все Видят Что У тебя Библия На столе Значит Что То И Тебе Вопросы Все Зададут Спросят Ага Ничего Себе Ты Библию Читаешь А Ты Кто Да Ну Или Какие То Еще Моменты Вот И Вот Моей Жизни Был Один Случай Когда Мне Совсем Не Хотелось Говорить О том Что Я Христианка Просто Потому Что Ситуация Была Для Меня Сложной Мы С Ребенка Попали В больницу Она Очень Сильно Болела Была Высокая Температура Короче Говоря Тяжелые Дни Были И Я Ни О чем Не Думала Как о том Чтобы Выздоровел Ребенок Сражаясь С температурой Со всякими Симптомами Вот И Мне Вообще Не Хотелось Разговаривать То есть Мне Не Хотелось Не То Что Говорить Что Вот Я Христианка Библию Читаю Читать Библию Я Библию Не Доставала Библию Не Читала Ни С Кем Не Разговаривала Но Тем Не Мене Да Я Лечила Ребенка Все Мамы Вот И Вот Так Прошли Несколько Дней Дня Три Находилась Больница В палате Я Не Одна Там Были Еще Другие Мамы С Другими Детьми И Вот В Один День После Трех Дней Две Мамы Они Подошли Ко И Решили Со мной Все Таки Познакомиться Понятно Что Они Уже Знали Как Меня Зовут Но Кто Я Что Они Ничего Не Знали И Они Подошли И Сказали Юля Все Таки Мы Хотим О Тебе Знать Побольше Что То С Тобой Не Так Мне Было Интересно Я Говорю А Почему Не Так Они Говорят А Ты Какая Интересная Ты Не Такая Как Мы Не Такая Как Все Вот И Я Так Задумалась Конечно Я Поняла Потом Ну Вот Как Они Сказали Мне Как Такое Мне Просветление Внутри От Духа Было Я Поняла Поняла Почему Они Так Говорят Вот Видимо По Каким То Моментам Когда Я Не Унывала Да По Каким То Моментам Когда Старалась Хорошо Разговаривать С Врачами Хотя По Вся Кому Ситуация Происходила Когда Я Помогала Людям Вокруг Когда Ну Несмотря На Вот Переживала И Не Замечая Этого Я Видимо Помогала Кому То То Они Мне Об Этому Сказали Я Я Даже Ну Как Бы И Не Помнила Вот То То Где 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 На На Работе Да Как Вы Разговариваете Со Своими С Людьми Которые Рядом С Вами Служат Или Работают Как Вы Откликаетесь Да Если Люди В чем То Нуждаются Как Вы Заботитесь О Своих Родственников О Родителях О Детях Да Старайтесь Какие-то Ситуации Покрывать Любовью Да Когда Вы Ваша Реакция Это Я понимаю Что Это Для Нас Чего-то Стоит Это Труд Но Мы С Вами Стараемся Мы С Вами Меняемся Через Дух Святой Через Божью Любовь И Люди Это Замечают Поэтому Не Думайте Что У Вас Ничего Не Происходит Знаю Еще Одну Ситуацию Когда У Нас Есть Одна Сестра Которая Работала В Администрация Города И Она Находясь Там Была Очень Простой Она Прибиралась Вот Но Тем Не Менее Она Имела Влияние На Людей Которые Там Были В Высших Чинах То Есть Она Влияла На Них То Есть Там Где Вы Находитесь Вы Можете Влиять На Ситуацию Не Будем Об Этому Забывать Если Мы Вспомним Историю Историю Именно Библейскую Да Это Исфирь Меня Всегда Вдохновляет Она Она Исфирь Она Оказалась Во дворце Царя Не просто Так Она Там Оказалась Она Она Стала Женой Вначале Должна Была Стать Женой Была Невестой Потом Она Стала Женой И Она Влияла Своим Присутствием То Она Там Не Просто Так Была Она Вначале Не Понимала Но Потом Она Поняла И Она Имела Возможность Уже Не Просто Не то Что Она Там Присутствовала Она Уже Могла И Говорить В Эти Ситуации Поэтому Мы С вами Там Где Мы Находимся Мы Должны Понимать Что Мы Улияем И Пользоваться Этими Ситуациями Тоже Можем С вами Еще Хочу Затронуть Здесь В связи С этим Одну Тему Для Меня Тоже Очень Такую Как Сказать Для Меня Очень Актуально Вот Забыла Слово Это Семья Ведь Мы С вами Все В семье Находимся Не важно Есть у Нас Супруг Или Супруга Но У нас Есть Родители У нас Есть Родственники И Мы С вами Люди Семьи Мы У нас Есть Семьи И Вот Мы Тоже Тут Присутствуем И Мы Тоже Можем Влиять На Окружение И Здесь Тоже В семье Мы Можем Быть Солью Земли И Светом Мира Мы Не Должны Разделять Это Семья Это Тоже Платформа Для Того Чтобы Мы Несли Благую Весть Давайте Прочитаем Вместе Первое Петра Откроем Первое Петра Третью Главу Вы Вы Уже Поняли Первое Петра Третья Глава Так Прочитаем Первый Второй Стих Также Вы Жены Повинуйте Своим Мужьям Чтобы Те Из Них Которые Не Покоряются Слову Житием Жен Своих Без Слова Приобретаемы Были Когда Увидят Ваше Чистое Богобоязненное Житие Здесь Мы Видим Что Петр Обращается К женам Но Я Не Хочу Чтобы Мы С Вами Так Узко Мыслили Сейчас То есть У нас Сейчас Не задача Назидать Жен Мы Говорим С вами О другом Здесь Мы Посмотрим Именно Взаимоотношения Как бы Одного Супруга Который Следует За Христом И Другого Который Не Следует За Христом Моя ситуация Пока Так Такая В семье То есть Мой муж Он Ну Хотя Он Сейчас Уже Признает Бога Его Существование То Что Бог Он Нас Любит И Он Помогает Нам То Что Все Не Происходит Случайно Он Это Сейчас Признает Хотя Раньше Говорил Что Он Атеист Ну Когда У Нашей Семьи Происходит Так Что У Нас Есть Родственники Которые Не Следуют За Христом Не Важно Мужья Жены Или Наши Дети Или Наши Родители Да Близкие Люди Которые Живут С нами В Одном Доме То Петр Говорит О том Что Наши Родственники Они Могут Быть Приобретаемы Не Просто Словами Вернее Даже Не Так Что Они Слову Не Покоряются То Есть Во первых Они Уже Знают Все Правильно Раз Они Не Покоряются Слову Значит Они Это Слово Знают Они Его Слышали Мы Им Говорили Но Так И Происходит Что Люди Которые Живут Рядом С нами Мы Им Говорим О Христе Мы За Них Молимся Мы Благословляем Их Мы Говорим О том Что Им Нужно Спасение Да Бывает Так Что Даже Об этом Говорим Намного Чаще Чем Нужно Вот Но Петр Говорит Что Даже Те Кто Не Покоряются Слову Они Могут Быть Приобретены Через Что Когда Видят Наше Чистое И Богобоязненное Житие То есть Когда Мы С вами Соответствуем Тому Что Мы Говорим И Как Мы Живем Получается Что Мы Являясь Мы Можем Своей Жизнью Повседневной Жизнью Являть Славу Христа Являть Его Дус Святой Его Любовь А уже То Что Мы Являем Это Будет Производить Изменения В жизни Наших Родных И Близких И Мы Должны Об этом Всегда Думать Мы Должны Никогда Не Отступать От Этого Слова И Следить Если Мы Любим Наших Родных Если Мы Хотим Чтобы Жизнь Изменилась Мы Должны В первую Очередь Изменять Себя Мы Должны В первую Очередь Следить За Своей Жизнью И На первом Месте Следить За Своими Словами И За Своими Поступками Это Это Сложно Да Сложно Но У нас Есть Огромная Мотивация Это Наши Близкие Любимые Люди Нами Которых Мы Очень Любим И Это Большая Мотивация Для нас Должна Быть У У меня В жизни Был Такой Опыт Мы Знаем Что Те Люди Которые Живут Рядом С нами Они Могут Нас Обидеть Намного Сильнее Чем Те С которыми Мы Работаем Или Встречаемся Друзья То есть Люди Которые Бок Убок С нами Которые Знают Нас Снаружи Внутри Все Наши Мысли Знают Они Могут Ранить И Обидеть Нас Намного Больнее Чем Люди Которые Далеко От Нас И У меня Один Раз Я Очень Сильно Обиделась Конечно Если я Обиделась Это не Говорит Что я Права Была Но Не В этом Дело Дело В том Что Когда Мне Не Хотелось Мириться Когда Мне По Своей Человеческой Природе Плотской Мирской Мне Не Хотелось Мириться Я Не Понимала Я Смотрела На Человека Глаза Глаза И Я Не Видела Почему Я Должна Сейчас Мириться Почему Я Должна Ну Как Бы Вот Ну Что Доброе Видеть В нем То Тогда Бог Мне Сделал Такой Вот Я Не Знаю Подарок Я Смотря На Своего Мужа Я Увидела Христа Прям Прям Не то Что Черты Или Как То Нет Я Увидела Христа И Я Поняла Бог Проговорил Мне Что В В каждом Человеке Каждый Человек На земле В любом Случае Следует он За Христом Или нет Он Сын Или дочь Нашего Бога То 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 есть Я Такая Дочь А Мой Муж Он Точно Такой Же Сын И Бог Его Любит И Бог Его Ведет И Вы Знаете Когда Я Увидела В нем Христа Тогда Я Все Поняла То Христос Во всех Да И Я могу Любить И Могу Служить Вот И Могу Жить Да И Христос В моих Родителях И Христос В моих Детях И Христос Во всех Моих Родственниках Да И Тогда Я Могу Любить И Служить Им Совсем По Другому И Тогда Я Могу И Прощать И Мириться И Дальше Действовать Да Как Б В любом Случае Тогда Происходят Изменения Тогда Люди Говорят Что С Тобой Не То Ты Какой-то Другой Да Хочу Вам Рассказать Еще Одну Историю Про Семью Такой Муж Женой И У них Была Такая Ситуация Муж Муж Был Верующий А Жена Нет И Вот Они У них Такая Проблема Знаете Бывает В каждой Семье Какая-то Проблема Своя У них Была Такая Проблема Они Не Любили Выносить Мусор Вот Так Получилось Что Ни муж Ни жена Не любят Мусор Выносить Такая Мелочь Да Вроде Был Ну Вот Например Для Меня Они Не Любили Кто-то Посуду Не Любит Мыть Но Вот Они Не Любили Выносить Мусор И Он Все Время Говорил Ей О Христе О том Что Ей Нужно Принять Его Спасительную Жертву Что Ей Нужен Бог Нужна Его Любовь Пытался Как-то Ее Изменить Подвести К этому А она Сопротивлялась И Кроме этого Они Каждый вечер Они Выясняли Отношения Кто же Будет Выносить Мусор И Вот Один раз Когда он Молился Богу Говорил Господь Ну Что Ж Такое Она Ну Не Покоряется Слову Как Петр Говорит А Господь Ему Сказал Просто Два Слова Вынеси Мусор Ему Сказал Нет Только Не Это Вот Но Ответа От Бога Ему Больше Не Было Вынеси Мусор Сказал Ему Господь И Муж С тех Пор Как Понял Это Он Начал Каждый Вечер Сам Выносить Мусор И Через Две Недели Жена Сказала Теперь Я Поняла Что Ты Любишь Бога И Бог Тебя Любит И Вы Знаете Вот Вот Наше Житие Наше Понимание Да Принцип Любви Когда Мы Любим Бога Любим Друг Друга Изливаем Эту Любовь Тогда Все Вокруг Меняется Давайте Дальше Посмотрим Следующее Вот Мы Посмотрели С вами Присутствие Это Мы Все Говорим О том Как Мы Можем Делать Присутствие Там Где Мы Находимся Следующее О чем Мы Поговорим Об Убеждениях Что Я Вкладываю В Это Слово Убеждение Давайте Так Сейчас Мы С Вами Откроем И Прочитаем Вторую Коринфянам Пятая Глава Одиннадцатый Стих Вторую Коринфянам Пятая Глава Одиннадцатый Стих Итак Зная Страх Господень Мы Вразумляем Людей Дальше Не буду Читать Вот У нас Здесь Слово Вразумляем Оно Ну Вот Это Слово Переводится Как Вразумляем На русский Язык Если Взять Перевод То С греческого Если Переводить Переводили На английский То Нам Это Другое Слово Это Слово Убеждаем Убеждаем Итак Зная Страх Господень Мы Убеждаем Людей Почему Я говорю Именно Про Убеждение Я сейчас Не говорю Про Ну Именно Там Как Наседать Насильно Людей Что К чему Заставлять Что То Делать Нет Убеждение Это То Что Именно Мы С вами Должны Иметь Понимание То Что Мы Проповедуем Мы С вами Должны Быть Научены Мы Должны Знать С вами Слово Божие Мы Должны Быть Подкованными Как Как Ни Странно Мы Должны Быть Не Просто Открытыми Простыми Радостными Но Мы С вами Должны Быть Умными Мы Должны Исследовать Писание Не Забывать Об Это Мы Должны Знать Во Что Мы Верим И Когда Нас Спрашивают Во Что Мы Верим Мы Должны Очень Четко Говорить Об 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 Объяснять Это В Другом Месте Вам Просто Прочитаю Не будем Открывать Прочитаю Себя Из Конспекта Вот В Деяниях Если Мы Посмотрим Да В Деяниях Деяниях 17 Главе Говорится О том Что Да Апостол Он Приехал В Фессалонике Он Убеждал Объяснял И Доказывал Ссылаясь На Писание Что Христос Должен Пострадать И воскреснуть Из Мертвых И там Дальше Если мы Читаем Написано Некоторые Из них Уверовали Еще раз Он Убеждал Объяснял И доказывал Ссылаясь На Писание В Другом Месте Тоже Говорится Что Что В Каринфе Он Делал Палатки Всю Неделю И Во Всякую Субботу Это 18 Глава Деяния Апостолов Во Всякую Субботу Он Говорил В Синагоге И убеждал Иудеев И Еленов Да То есть Мы с вами Не просто Должны Как бы Быть чуткими Знать Проблемы Нужды Людей Восполнять Их Как бы Говорить О Божьей Любви Вечной Жизни Да Но Если Нам Задается Богословский Вопрос Мы тоже Должны Уметь Отвечать На него Вот Если Взять Историю Помните С женщиной Из Иоанна 4 глава Когда он Сидел У колодца И просил Напиться Да То тогда Завязался Разговор То есть Иисус Говорил Этой Женщине О том Что у нее Хаос В жизни Происходит Что у нее Там Непонятно Сколько Мужей Да Вот это Все Говорит То что Говорит Что он Может Ее Напоить Еще И она Не будет Жаждать Вовек Но В течение Этого Разговора Она ему Задает Вопрос Представляете Такой Хороший Богословский Вопрос Где Поклоняться Богу То есть Для нее Это важно Где Поклоняться Богу Он Отвечает Ей Да Он потом Переводит Разговор Именно На ее Нужду Да Он же Он Христос Он знает В чем Проблема Ее Он понимает Что это Просто Богословский Вопрос То есть Она его Просто Как бы Отвлекает Вот Но Тем не менее Тем не менее Мы с вами Должны Иметь Ответы На некоторые Богословские Вопросы То есть Мы Должны Уметь Да Отвечать На вопросы А вопросы Могут быть Разные Очень часто Задают Такие Вопросы Допускают Любов Страдания До нас А можно ли Через Другие Религии Приводят Ко Христу Ну То есть Много Много Очень вопросов Да Чаще всего Этими Вопросами Люди Прикрываются Это как Дымовая Завеса Что вот Я хочу Поговорить На религиозной Теме Но не хочу Впустить Вовнутрь Но тем не менее Чтобы добраться До туда Мы должны Уметь Отвечать На вопросы Следующее Это Провозглашение Что я Вкладываю Вот в это Слово Которое Сейчас Говорю Провозглашение Это Проповедь Бывает Так Что мы С вами Ну Не можем Человеку Проповедовать По разным Причинам Первая Одна из Основных Причин Человек Просто не Хочет Нас Слушать Такое Бывает Мы не Можем Заставить Да Но мы Можем Привести Его Там Где Ему Будут Проповедовать Если Он Согласен То мы Можем Его Привести На Богослужение Да Если Это Вот Человека Мы Хорошо Знаем Мы Можем Ему Привести Его В церковь В воскресенье Да Мы Можем Привести Его На Альфа Курсы Вот Очень Хорошее У нас Да Служение Именно Служение Я считаю Евангелизация Это Альфа Курс Он Сейчас Очень Актуален Потому Что Дает Возможность Людям Не Только Узнать О Христианстве Но Еще Услышать О Божьей Любви Но Именно В такой Форме Когда Не мы Заставляем Услышать А когда Исходит Желание От человека Вот И форма Достаточно Доступна Хорошая То есть Можно Привести На такой Альфа Курс Подарить Возможность Приезжать И слушать О христианстве О Христе Очень Очень Много Людей Кто Именно Вот Наверное Знаете Эту Историю Да Сейчас Секундочку Как Билли Грэм Да Покаялся Как Другие Проповедники Как Пришли Ко Христу Когда Они Ну Не хотели Слушать О Христе Они Как Бы Полностью Отвергали Но Когда Их Привели На такое Служение На проповедь Или на Евангелизацию То И жизнь Она полностью Изменилась Так бывает Что Не все Готовы В личном Общении Да Слышать Но На каких То На больших Богослужениях Или на Общих Собраниях Бог Касается Прикасается И люди Меняются Вот Поэтому Мы Как Мы Мы С нашей Стороны Можем Что-то Сделать Мы Можем Привести Помните Да Есть Как Сказать Ученики Да Ученики Христа Если Мы Будем Евангелие Читать Помните Да Когда Они Иисус Обращался И говорил Да Петру Что Ты Следуй За мной Когда Петр Шел Он Звал Своих Братьев Они Звали Своих Братьев Друзей Да Они Говорили Пойдем Я Христом Хочешь Ли Ты Тоже Пойти Присоединиться То есть Можно Приводить К Христу Показывать На Нему Говорить Приходи Приходи Мы Раньше Когда Тоже Давно Было В конце Девяностых Занимались У нас У нас Было Очень Много Детей Беспризорных Я Беспризорных То есть У них Родители Были Но Они Были Безнадзорные Да Вот Правильный Термин Они Бегали Убегали Из дома Во-первых Они Жили В таких Условиях Нехороших Да Когда У них Были Неполные Семьи Или Родители Вели Такой Образ Жизни Неподобающий Вот И Они Убегали Семей Или Они Гуляли Жили В теплотрассах На автовокзале И мы Ходили Была группа Молодежи Мы Каждую Неделю Приходили туда На эти теплотрассы Разговаривали И потом Мы приняли решение Просто привозить В церковь Брали автобус И на автобусе Их возили На Сиркоровскую Где раньше Церковь была Привозили И там Они Служили Мы их там Кормили Кому нужно было Переодевали Давали одежду Чистую Играли с ними Потому что Это дети Были В основном Лет с 7 До До 14 Играли Разные игры Проводили Занятия Показывали Мультики Мы О Христе Говорили Но очень мало Вот Вот как бы Их привозили В церковь И Я хочу сказать Что вот это Принесло Свой плод Конечно Он не был Сразу виден Но Принесло Свой плод У нас есть Такая Замечательная Сестра В церкви Лена Вот она Была Одной Девочкой С этой Теплотрассы Вот А сейчас Она у нас Помогает Служит Замечательный Служитель Воскресной Школы А сейчас Она Учитель Моей Младшей Дочери Воскресной Школе То есть Вот интересно Бог Он прикасается Да И меняет Наши Жизни И конечно же Следующий Принцип Это Молитва И сила Которую Бог дает Через Молитву И через Духа Святого Что я имею В этом Давайте Прочитаем Прочитаем Несколько мест Писаний Простите Если Немножко Сумбурно Говорю Так Первое Фессалоникицам Первая Глава Пятый Стих Первое Фессалоникицам Первая Глава Пятый Стих Наше Благовествование У вас Было Не в Слове Только Но И в Силе Помните Когда Петр Иоанна Они шли В церковь Они увидели Человека Хромого От рождения Который Присидел Много Лет И Бог Исцелил Этого Человека Они Помолились Возложили Руки На него И он Встал И начал Ходить Прочитаю Еще Вам Несколько Мест Писаний Из Деяний Тоже Прочитаю Деяние Третья Глава Шестнадцатый Стих И ради Веры Во имя Его Имя Его Укрепило Сего Которого Вы Видите И Знаете И вера Которая От него Даровала Ему Исцеление Перед 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 Всеми Вами Тут Тоже Прохромого За Которого Помолились И Которого Бог Исцелил Бывает Так Что Мы Живем Мы Проповедуем Мы Помогаем Но Что-то Не Меняется В жизни Людей Тогда У нас Есть Это Великая Сила Сила Молитвы Когда Мы Можем Молиться О Близких Людях О Людях Которых Бог Побуждает Нас Молиться Это Очень Сильно Помогает Я Сама Помню Что Моя Бабушка Она Очень Много Молилась За Нас Она Очень Много Молилась За Меня И Ее Молитвы Они Имели Силу Сколько Бы Я Не Сопротивлялась Тому Что Она Говорила Я Пришла К Богу И Приняла Его Спасительную Жертву У Меня Есть Друг Который Друг Который Раньше Жил Творческий Человек И Вся Его Жизнь Она Была Наполнена Полным Сказать Таким Безобразием То есть Он И пил И курил И курил Не просто Там Сигареты Какие-то Запрещенные Вещества И Она Его Жизнь Не Менялась Хотя Его Друзья Они Были Верующими Уже Они Молились Они То что Молились Они Молились Конечно За него Они Проповедовали Ему Говорили Что Ему Нужно Оставить Эти Привычки Что Ему Нужно Изменить Жизнь Но Он Не Мог Ничего Поделать Собой И Вот В один Момент Когда Совсем Ему Стало Плохо Просто Вот Уже Все Он Вдруг Понял И Со здоровьем Стало Плохо И Он Вдруг Понял Что Он Если Сейчас Не Изменится Его Жизнь Он Умрет И Он Позвонил Своим Друзьям Они Приехали И Они Решили Как-то Первый Раз Помолиться За Него И Они Помолились За Него И Вы Знаете Бог Его Полностью Освободил Сразу же В один Момент В Одну Секунду Пришла Божья Сила В Его Жизнь И Изменения И Пришло Изменение Конечно Это Как бы У нас У каждого Наверное Есть Такие Свидетельства Но Мы Не Должны Этим Игнорировать Их Не Так Много Возможно Они Единичные Но Я Верю Что Наши Молитвы Вот Мы Читая Сослужителями Читаем Книгу Откровения Разбираем То есть Вот Знаете Наши Молитвы Это Фимям Который Собирается В сосуды Бог Он Слышит Эти Молитвы Он Наш Собирает Их Собирает И Есть В этом Сила Мы Не Всегда Можем Понимать В чем Тут Сила Иногда Думаешь Боже Знает Прежде Чем Ты Просишь И прежде Чем Ты Молишься Но Тем Не Менее Сам Бог Говорит Нам Что В этом Есть Сила Когда Он Говорит Что Он Уйдет И Он Пошлет Духа Святого Да И Он Говорит Нам Что Мы Должны Просить Мы Должны Молиться Ему И Он Будет Нам Давать Мы Не Должны Этим Пренебрегать Молиться За Своих Близких Людей За Своих Родных Изменения Они Будут Мы Сами Видим Приходят Изменения Люди Меняются Бог Защищает Бог Служит Нам Мы Иногда Не Понимаем Иногда Не Всегда Видим Что Происходит Чем Заканчивается Но Иногда Бог Нам Открывает У 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 Это Вот Как Раз Как Ситуация Сейчас Хочу Привести Пример Здесь Да Про Молитву А Вообще Ситуация Когда Еще Как Нельзя Проповедовать Как Нельзя Вот В Моей Юности Христианской Мы Были Такие Очень Ярыми Проповедниками И Проповедовали Везде И Мы С Моей Знакомой Пошли Проповедовать На Рынок Это Когда Я училась Библейской Школе В Санкт-Петербурге И Мы Пошли Проповедовать На Рынок Это Было В Пригороде И Время Было Уже Часа Три Дня И День Такой Был Когда Ну Рынок Работал И Уже Мы Или Молодыми Мы Не Понимали Но Фактически Там Люди Были Из Всего Ближнего Зарубежья Украина Беларусь И Они Уже Целую Неделю Торговали И Уже К Трем Часам Дня Суббота По-моему Была Или Пятница Они Уже Все Продали Все Что Могли И Они Уже Были Уставшие И Соответственно На рынке Находились Сутками Они Видимо Еще Обогревались То есть Они Были Не Совсем Трезвые Но Мы Были Горячими Проповедницами И Мы Увидев Пару Мужчин Уже Таких Лет Сорока Мы Подошли К ним Вот Но Как-то Моя Подруга Она Быстро Оценила Ситуацию Что Наверное Не стоит С ними Разговаривать А я Не оценила Эту ситуацию И Я Просто Начала Проповедовать И Проповедовала Так Как Не надо Проповедовать Во-первых Как Не надо Проповедовать Для Молодых Христиан Во-первых Нельзя Проповедовать Нетрезвым Людям Во-вторых Нельзя Это Делать Как Сказать Ну Когда Мы Пытаемся Рубить Словом Божьим То есть Нельзя Это Делать Некрасиво Когда Мы Говорим Покайся Или В ад Пойдешь Ну К примеру Очень Любили Так Говорить Раньше Вот И Я Грубо Так Мне Было 18 Лет Грубо Сказала Мужчинам Нетрезвым По 40 Лет Что Они Если Сейчас Не Покаяться То Они Пойдут В ад На что Мне Было Сказано Что В общем То Я Не Понимаю Ситуации Вот Они Меня Старше Сильнее В общем Они Бат Не Пойдут А Что Со мной Произойдет Они Уже Мне Не Могут Обещать Что 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 Доброе Произойдет Вот Я Очень Сильно Испугалась Ситуация Развивалась Стремительно Мне Было Страшно Но Что То Произошло В тот Момент Я Про себя Молилась Что То Произошло В тот Момент Они Меня Отпустили Вот И Потом Мне Было Так Неприятно Мне Во-первых Из-за себя Было Неприятно Что Я По-глупому Поступила Вот Ну Получилось Что Я Их Обидела Тем Что Я Сказала То Можно Словом Божьим Не Просто Нести Евангелие Добрую Весть А Слово Божье Может Ранить Людей И Мы Должны С вами Не Пренебрегать Этим Быть Этичными Христианскую Этику Не употреблять Такие слова Что Сегодня Последний день Спасения Если ты Не покаешься Пойдешь В ад Вот То есть Мы Не понимаем Что происходит В жизни Людей Какие У них Проблемы Сейчас И мы Не имеем С вами Права Вот так Вот Рубить С плеча Рубить Словом Божьим Да Вот так Вот прям Исполнять Слово Божье Буквально Да Втыкать Обою До острого Меча Поворачивать Еще в Человеке Нет Так нельзя делать Мы должны Это делать Помнить Что мотивация Это наша любовь И что Бог любит Вот И после этого Мне было очень неприятно И я молилась Помолилась Вот Как-то было Не по себе И когда А мы не просто так Говорили Мы еще раздавали У нас было Мероприятие Вечером Этого же дня Раздавали Небольшие брошюры Приглашали На богослужение Не помню я Чтобы я им дала Брошюры Но скорее всего Я их просто Там где-то Бросила рядом Когда убегала От них Убегала я Очень быстро Вот И когда я пришла Мы пришли с подругой На вечернее богослужение Я расстроенная Была очень сильно Стояла сзади Даже не пошла Вперед Где-то мы там У входа Стояли с ней А у меня еще Зрение плохое И я стояла Ну как бы Не в настроении А подружка Мне говорит И когда Говорили Слово Божие Призвали людей К покаянию Вперед Вышли люди И моя подруга Говорит Юля Смотри Там не те Или двое Мужчин С которыми Ты разговаривала А она Не знала Эту всю историю Мне даже было Стыдно рассказывать Она просто Сразу же Отошла от меня И я увидела Подошла поближе Смотрю точно Стоят эти двое Мужчин Которые пообещали Со мной сделать Все возможное И невозможное И просили У Бога прощения Но как бы Я к ним не подошла Мне было И как-то И неприятно И непонятна Ситуация вся Вот Но когда мы возвращались Этим же вечером Позднем возвращались В Санкт-Петербург Ехали в электричке И мы сидели Все вместе То сзади Кто-то подошел Ко мне Положил мне руку На плечо И я оборачиваюсь А эти двое мужчин И они не просто Подошли Они попросили Прощения у меня За то Что они сказали Как они себя вели Вот И сказали Что они живут В городе Минске Что они Обязательно Найдут церковь В городе Минске Что они Для них это было Очень важно И вообще Они сказали Что После того Как мы тебя отпустили Ну вот Когда мы тебе пообещали Расправиться с тобой То что-то с нами Произошло Мы не поняли Что А когда мы Молились Молитвой То мы тогда Вообще Говорит Протрезвели И мы вообще Поняли Что вся наша жизнь Это полная ерунда Для меня Это было Большим свидетельством Того Что То что мы делаем Это не наше И нам не принадлежит Мы с вами Просто Говорим А работает с людьми Бог Мы с вами Молимся А работает с людьми Бог То есть мы с вами Мы можем Сеять Да Но взращивает Это Господь Мы со своей стороны Делаем Возможное В нашей жизни А все остальное Приходит уже От Бога Это все Что мы можем Делать для того Чтобы проповедовать Да В нашей жизни Обещала Что мы с вами Поговорим о себе Да Что свидетельство Наше Благовестие Зависит От нас От тех людей Которые говорим Да И это Как мы это делаем Как мы это делаем Мы примерно С вами поговорили Да Не поговорили О нашей жизни Но мне кажется Мы поговорили Могу просто Быстро вам Зачитать Вот что я Для себя Выделила Как Как сказать Свидетель От Бога Да Свидетельствующий Или как Благовестник От Бога Первое Это человек Который любит Бога То есть Когда вы любите Кого-то Естественно Что вы рассказываете Другим людям О том Кого вы любите Да Можно 1 Иоанна 3 главу 1 стих Прочитать Мы любим Мы об этом Человеке Рассказываем Это совершенно Естественно Да В этом и есть Добрая весть Благая весть Второе Свидетель От Бога Или благовестник От Бога Находится Там Где есть Страждущие Люди То есть Мы уже Говорили об этом Что Часто нам Хочется быть Христианам Хочется быть Там Где есть Другие Христиане Но Иисус Он поддерживал Кого Он общался С кем Он общался С грешниками Он находился Среди людей Тех Которые Которые Были не друзьями Да То есть Он был друг Мытарем Грешником Третье Благовестник От Бога Он любит Людей Мы уже Сказали Что Любит Бога Возлюбить Бога Больше всего Да Первая заповедь И здесь Мы говорим Что Он любит Людей То есть Он возлюбил Ближнего Своего Как самого Себя Смотрит На людей Глазами Бога То есть Не как Нам Мы смотрим Да Мы подмечаем Все недостатки Да Какую Характеристику Можем полную Выдать Нет Мы смотрим На людей Глазами Бога Кто-то Сказал Нет в любви Добродетели Пока ты не научился Любить Никем Нелюбимых Еще раз Вам Прочитаю Нет в любви Добродетели Пока ты не научился Любить Никем Нелюбимых Прочитаю 1 Иоанна 4 глава 21 стих И мы Имеем от него Такую заповедь Чтобы любящий Бога Любил И брата Своего Еще раз Прочитаем И мы Имеем от него Такую заповедь Чтобы любящий Бога Любил И брата Своего Четвертое Благовестник Как Бога Говорит Доступно То есть Если мы Смотрим На жизнь Христа То он Говорил С людьми Используя Это простой язык Понятный Для тех С кем Он Разговаривал Пятое Благовестник От Бога Ожидает Того Что Бог Будет Его Использовать То есть Мы не просто Как бы Живем И живем Но мы С вами Ждем Этого Мы чувствуем Призвание Божье В этом Мы чувствуем Свою личную Ответственность Мы ожидаем Что Бог Будет Меня Использовать Некоторые Даже Молятся Да Просят Чтобы Бог Использовал Они Ищут Этого Например Утром Встаешь Молишься За свой день И говоришь Бог Используй меня Так как ты хочешь Бог Пусть Посылай ко мне Тех людей Которым я могу Помочь Бог Я хочу Видеть Нужды Других Людей Которые Находятся Рядом Со мной Просить Об этом Чтобы быть Внимательным И чутким Нужно Об этом Просить Просить Об таких Людях Не стоит Просить Его Чтобы он Показал Этих Людей Внешне Допустим Что они В такой-то Одежде Или Такого-то Пола Или Такого-то Возраста Нет Именно Чтобы мы Были Чуткими Мы Увидели Этих Людей Сколько Людей Проходят Мимо Страждущих Избитого Разбойниками Лежащего У обочины Но Чтобы мы С вами Были Чуткими Умели Увидеть И услышать Нужду Другого Человека И не Проходили Мимо Вот Давайте Давайте С вами Помолимся Сейчас Благословим Наши Жизни Чтобы мы С вами Тоже Были Такими Благовестниками Конечно Стоило бы Может быть Еще поговорить О методах Как мы Можем Сейчас Современный Мир Он так Развивается Стремительно То есть У нас Сейчас Есть Интернет У нас Есть Связь У нас Есть Все Технологии Какое Благословение У нас Зум Когда мы Можем Использовать И вот Это все Конечно Мы можем Использовать Наши Странички В соцсетях У них Мы можем Выкладывать Проповеди Воскресные Делиться Ими С другими Людьми Мы можем Печатать Стихи Печатать Стихи О Христе Или мы можем Какие-то Картинки Выставлять То есть Мы можем Делать Все Что За что Можно Зацепить Но Самое Главное Это Когда То Что мы Делаем Оно Не расходится С нашей Жизнью Если То Что мы Выставляем Не Свидетельствует О нашем Внутреннем Состоянии Или наоборот Наше Внутреннее Состояние Говорит О другом Что видят Люди Внешне То Мы Плохие Благовестники У нас Ничего Не получится Не будет Никакого Результата Вот Наш Идентификация Наш Образ Жизни Должен Соответствовать То О чем Мы Заявляем Давайте Помолимся С вами Чтобы Мы Соответствовали Этому Чтобы Вы Были Внимательными И После Молитвы Я еще Хотела Некоторую Информацию Сказать О дальнейших Наших Семинарах Уроках Дорогой Наш Небесный Отец Мы Молимся Сейчас И просим Чтобы Ты Благословил Каждого Из нас Мы Хотим Быть Сосудами Открытыми Для тебя Для того Чтобы Ты Изливал Свою Любовь Но Не Просто Мы Хотим Наполняться Твоей Любовью Но Мы Хотим Служить Другим Людям Мы Хотим Нести Твое Слово Мы Хотим Нести Твою Любовь Весть О Спасении О Твоей Жертве О Твоей Крови Мы Хотим Чтобы Жизни Других Людей Они Изменялись Чтобы Они Тоже Возрождались Господь Во имя Иисуса Христа Господь Если Нам Нужно Меняй Нас Показывай Нам На наши Недостатки Чтобы Мы Меняли Свою Жизнь И Молюсь Так же Господь Чтобы Мы Любя Тебя Мы Любили Других Людей Наших Ближних Возлюбили Дорогой Небесный Отец Используй Нас Ты Сказал Нам Идти И Говорить О Тебе Мы Хотим Идти И Говорить О Тебе Мы Хотим Чтобы Царство Божие Оно Наполнялось Уверовавшими Людьми Твоими Дочерьми И Сыновьями Спасибо Тебе Наш Господь Мы Так же Молимся Благословляем Всех Наших Неверующих Родственников Которым Мы Говорим О Христе Которым Мы Служим Нашей Жизнью Благослови Во имя Иисуса Христа И Господь Мы Хотим Приобрести Их Для Твоего Царства Благослови Защити И Сохрани Жизни Во имя Иисуса Христа Аминь И Информацию Какую Вам Хочу Сказать Пастор Нашей Церкви Виктор Мы Подумали И он Решил Что Хорошо Бы Нам Еще Продлить Наши Библейские Курсы Мы Пока Не Знаем Насколько Мы Продляем Но Июнь Это Точно Скорее Всего Июль Месяц Мы Назовем Немножко По-другому Это Не Будут Просто Библейские Курсы Может Курсы По Изучению Писания Изучению Слова Божьего Но Они Будут Проходить Точно В Таком же В церковной Группе Подписывайтесь На церковной Группе Группы В Ватсапе В инстаграме Фейсбуке Вконтакте У нас Очень Много Именно В разных Соцсетях Группы Нашей Церкви Возможно Я могу Дальше Выкладывать Ссылки В нашей Группе Библейские Курсы Можем Ее Не Убирать И Так что Вы Будьте Внимательны Библейские Курсы Продолжаются Пока И Дальше Другие Служители Нашей Церкви Еще Большая Просьба Если У вас Есть Какие Вопросы Пожалуйста Задавайте Нам Вы Можете Писать Мне Лично В Ватсапе Или Где-то В соцсетях Можете Мне на Телефон Звонить Вопросы Задавать Мы Хотели Еще Сделать Ответы На Вопросы Рубрику Пожалуйста Спрашивайте Если Вам Отзывов Ваших Комментариев Очень Нуждаемся В них Очень Всех Вас Любим Благословляем Дистанционно Молимся Чтобы Как можно Быстрее Встретиться Офлайн Спасибо Большое За Ваше Внимание Пусть Господь Благословит Вас Боже Благословений Благословения